Святость материнства Мы будем оценивать Это лучше, хуже Какая точка отчета? Какой год вы имеете в виду? Я считаю, что сейчас По сравнению с чем? Наверное, с 90-ми Или с советским временем Потому что в советское время Это, наверное, эталон Как ни странно Именно в отношении к семье Или нет? Вряд ли лучше Вряд ли? Да Пока еще Но в последнее время Конечно, некоторым образом Сознание меняется Но плодов Еще не очень видно Но во всем Уже одно то, что Материнский капитал появился Это уже Такой некий Димаш правительства Который заявил О том, что Нас это интересует Это благо Потому что это Каким-то образом Обсуждается Но в целом Мы Впереди планеты Все по абортам Это зачеркивает Любое отношение Ну, если Ну, хотя бы Истончится До известного Предела То, понятно Государство Оно рассыпется Как детская пирамидка Не имеющая Этого стерна Вот это Продолжает Беспокоить А государство Так на приватерский Относится Ну, в достаточной степени На приватерский Относится К этому вопросу Не потому ли Что и общество Увлечено Совсем иным То есть Как бы В общем-то Не очень модно Это, конечно Связано Потому что Все-таки То, что происходит В обществе Мы не очень хорошо знаем Мы только знаем Из СМИ А СМИ Оно Как бы Ну, вот Я бы не сказал Что оно Дружественно К детям СМИ Стали дружественны К детям Только К тяжелым Инвалидам Вот это Да Те дети Которые Умирают Или нуждаются В сложнейшей Помощи Медицинской Это как-то Вот На слуху И в этом смысле Народ откликается А все остальное Как-то Основное На мой взгляд Это Должна быть Поддержка Многодетных Семей Те матери Героини У которых Трое И больше Детей Особенно Тех Которых Бросили Мужья Должны Иметь Поддержку Государства Такую Серьезную Я просто Бо матери Многодетной Платил За ее Тяжкий Труд Зарплату Бывает Сейчас он Социальное Пособие Платит Детям И они Равняются 50 Рублям Не получится Или так Зарплата Будет 50 Рублей Нет Я бы Вот так Ввел По 10 Тысяч Рублей За ребенка Чтобы Женщина Уже Ну сначала Живя в декрете А потом Плавно Переходила На такую Зарплату Тогда Многие Женщины Особенно Сейчас Многие Женщины Им Трудно Найти Работу У меня В приходе Есть одна Вдова У нее 5 детей Она Просто Не может Найти Работу Ни один Сумасшедший Работодатель Не будет Мамашу С 5 Детьми Брать На работу Брать На работу Государство Она Уже Осуществляет Полноценное Воспитание Образование Своих Деток Вот так Должно Быть Постан Тем более Таких Сейчас У нас 3 Ну около 3,5 Процентов Это Совсем Немного Это Касается Только Тех Матерей Которые Не имеют Мужей Или Нужно Всех Надо Потому что Если 100 лет Назад Работающий Муж Мог Обеспечить Женой 15 Детей То Теперь Конечно Это Нереально Потому что Советская Система Призыва Женщин На работу Для этого И призвала Чтобы Детей Не было А они Было Ишачили Наравне С мужчиной Равенство 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 Нет Чтобы Они Костыли Забивали В шпалы Активнее Работали Кочегарами Молотобойцами Комбайнерами Космонавтами Вот А вам кажется Что женщине И не нужно Несвойственные Ей функции Выполнять Мир Не поменялся В современном Обществе Многим Женщинам Не понравится Что их Не призывает Быть Космонавтами Мир Меняется Понятно Но он Меняется В угоду Капиталу А не в угоду Естественным Вот Таким Человеческим Функциям Каждая Женщина Тайком Ли Явно Есть Пропаганда Нет ли Пропаганда Но если Она нормальная То она Хочет Замуж Это же Совершенно Понятно И каждая Женщина Она Несмотря на то Что ее Готовят Там Чтобы стать Экономистом Хирургом Еще там Кем-то Но она Все-таки Призвана Быть матерью Это сильнейший Так сказать Ее Внутренний Порыв Это так Ее Бог Создал Как мать Бог же не Создал Космонавта Но Бог Создал мать И Бог Создал отца Зачем же Идти против Бога И делать Из матерей Космонавтов Поэтому Это Какой-то Абсурд Там Или Женщина Учитель Ну как Это Работа Для людей Должна быть С нервами Как канаты Поэтому У нас Все Население Страна Получает Исключительно Женское Воспитание А откуда Брать Воинов Креативных Мужчин Только Из Многодетных Семей И только Если Педагоги Будут Мужчины И тогда Будут Появляться Мужчины Которые Будут Нести Ответственность За женщин Не будут Их бросать А не будут Рыцари А сейчас Маменьки На сынки И поэтому В этом Большая проблема У нас Вот Это Молодетность Наша А работающая Женщина Она Вынуждена Быть Молодетной Пять детей Не оставишь Дома Вот Поэтому Чтобы их Не оставлять Дома Их режут На стадии Вынашивания Вы считаете Что аборты Надо запретить Совсем Законодательно Какой правильный Пункт Или Принести Эту мораль Общество Чтобы люди Не хотели Делать Должно быть Все постепенно Первое Объявить Аборт Осуждается По Трем Причинам Первое Потому что Он калечит Женщину Второе Потому что Это убийство Ни в чем Неповинного Человека В третьих Потому что Это ведет К самоубийству Народа И уничтожению Государства Со всей его Культуры То есть Аборт Это Смерть Нации Это Надо будет Проходить Седьмого Класса А с Восьмого Четыре Лекции В восьмом Девятом Десятом Одиннадцатом О аборте О последствиях Об истории Аборта И Вот Постепенно Воспитать Новое Поколение Через Пять лет Запретить Аборт И Тогда Аборт Исчезнет Это Ну это Вообще Конечно Ну аборт Это Слово Такое Латинское Атака Вообще Это Ну просто Где-то Убийство Надо По-русски Говорить Тогда Все Потихонечку Поймут И показывать Кинофильмы И объяснять Что Это Гораздо Хуже Чем Война Это Вот Гражданская Война Но Против Невинных Людей Вот Это Это Очень Я думаю Каждый Ребенок Если Семи Лет Начать Его Воспитывать А через Нашу школу Практически Все Население Проходит Я думаю Что Это И справится Очень Часто Дети То Что Узнают В школе Наоборот Воспринимают В штыки То есть Не станет Лето Просто Для галочки К сожалению В школе Сейчас Дело в том Что Даже Если Просто Детям Показать Фильм Вот В Америке Когда он Был показан Он Назовался Безмолвный Крик После Этого Половина Сраза Населения Америки Стали Против Абортов Вот Сразу Поэтому Если Это Показывать Детям Такого рода Фильм Специально То Это Останется В памяти Вы Мы говорим О том Что Сейчас Растут Маменьки Маменьки С этим Связано Увеличение Количества Такого Такого Чума Как Гомосексуализма Или Это Такая Сознательное Истребление Ну Политика Сознательного Истребления Ну Это Дело в том Что В эту Политику Входит Не только Пропаганда Гомосексуализма Это Это Все Потому что Те люди Которые Ну Как-то Этим Нашим Грешным Миром Управляют Их Конечно Вообще В любой Форме Ограничение Рождаемости Поэтому С такой Оголтелостью И отстаивают Аборт И отстаивают Ну Например Новое Явление Борьба С семейным Насилием Никто Не борется С насилием В трамвае В универсале Потом Всегда Приводят Цифры Сушен Лживые Говорят Что У нас В стране В семье 14 тысяч Женщин Погибает В семье Но Это просто Клевета Семья Это Самая устойчивая И безопасная Структура Для жены И детей Вот А это Ну У нас Такой статистики Нет Точной Оно В Америке Есть Поэтому Семья Это Вот Именно Оплот То есть Не существует Существует Антисемейное Насилие Но У нас В семье Записывают И гомосексуальные И как-то Любовница И любовник Вот А там Это все Цветет Пышным цветом А если Законный брак И еще В той или иной Форме Церковной Тогда Это все Совершенно По-другому Почему? Потому что Мужчина В этом случае Более ответственный Более ответственный Более ответственный Вообще Нам Нужны Ответственные Мужчины Воспитать Такого Мужчину Можно Только В полноценной Семье Больше Никак Еще Есть Такая Суррогатная Организация Вот Но там Слишком Много Развиваются Всяких Педагогических Инфекций Это Закрытое Военное Учебное Заведение Если Если У мальчика Нет Папы То Тогда Лучше Помещать Туда Но Только Чтобы Не Женское Воспитание То есть Вы Вообще Категорический Противник Да Потому что Очень редкая Женщина Может Воспитать Мужчину Это Почему Она Просто Не знает Как Показать Ему Как Стать Мужчиной Ведь Вряд Она Не знает Не уметь А потом Педагогика Особенно Направлено Подростков Это Не женское Дело Просто Все Великие Педагоги В мире Были Мужчинами Вы не знаете Монте Сори Она Была Женщина А так Да Но С другой Стороны Все Художники Великие Были Мужчины Может Быть Тогда Просто Мужчин Женщин Не допускали Не Да Кто Не допускал Берту Моризо Или Серебрякова Не допустили Что ли Даже Ну конечно Не достигает Высот Которые Достигли Там Тициана Или Веласкес Но Просто Женщины Не способны Быть Ну Не ровне Мужчины Женщина Женщина Способна Рожать Рембрандтов И Дантов Понимаете И Воспитывать Их так Чтобы потом Родился Ну Некрасов Или Маяковский Способна Участвовать В развитии Детей А воспитать Вы Мы сейчас Говорим о воспитании Мальчиков Что мужчины Ну и девочек тоже Потому что Главная задача Педагогики И школы Которая есть Ну костыль Для матери И отца Это есть Воспитание Отца А через это Гражданина Труженика И воспитание Матери Не человека Который Синус С косинусом Путает А воспитание Отца И матери Стране Нужны Отцы И матери Не Витики Которые Участвуют В каком-то Конвейере И кому-то Создают Прибавочную Стоимость Понимаете Чтоб человек Богател Вот А Совсем Другое Он должен Быть Самостоятельным Мыслящим Творческим Человеком Как же Привлечь Мужчин В школу К сожалению Там С огнем Их не найдешь Даже при условии Что вот в Москве Зарплаты стали Неплохие Ну как их Привлекали Сто лет назад Двести лет назад Женщины Были только в специальных Женских Учреждениях И то Классными Дамами По воспитанию Были воспитательницы А педагоги Были мужчины Я допускаю Я допускаю Понимаете Женщина Женщина Дает Жизнь У нее Совершенно Не надо Ее психику Портить Ту Которую Ей дал Бог У женщины Своя психология У нее Своё мышление У нее Своя Ну вот Продукт Ее мозга Не надо Ее калечить Уродовать Не надо Ее подгонять С помощью Абортов Там Под Жизнь Мужчины Надо Дать В тех В той Парадигме Которая Она Ну и существует На земле Потому что Она взята От мужа Именно Чтобы Вот Та часть Которую Мужа нет Она И развелась Отдельно И этого Хватает Вот Воспитание Детей Их Выращивание Оно Требует От женщины Всех Творческих Сил Здесь Пригодится Ее Игра На Арфе И Ее Любовь К Александру Блоку Здесь Пригодятся Ее Акварели Здесь Пригодятся Ее Краеведение Здесь Все И Самая Главная Для Ее Радость Это Ее Дети Вот Ее Дети А Такая Нормальная Женщина Она Когда Участ Какой-то Общей Беседе Она Может Уходить Уходить От Своих Ну Потому Что Действительно Заполняет Ее Всю Душу Вообще Это Вы Хотелось Бы Не Согласиться Но Я С С А Ничего Потому Что Это Естественно А Работающая Женщина Это Не Естественно Женщина Политик Это Не Естественно А Все Таки Кому Выгодно Такое Нынешнее Ситуация Вот Про сколь Сказали Мне Просто Чтобы Капитализму Это И Началось Вот Все Уроки Феминизма Начались С того Когда Панабус Огромное Количество Рук Особенно Конвейеры Женщины Ну Такой Тип Психики Он Называется Слабым Поэтому Мужчина На конвейере Не может Работать А Женщина Пожалуйста А Им Нужна Прибыль Им Нужна Работница А Им Не Нужны Есть Дети Читает Леонид Пушкина Это Их Не Волнует Их Волнует Только Деньги Они Даже Готовы Чем Угодно Заниматься Танки Выпускать Или Мулинет Для Каких Вышиваний Не Важно Лишь Б Давало Деньги Ну вот И все Поэтому Нужна Женщина Работница Им Все равно Поэтому Женщина Милиционер Женщина Спецназа Женщина Кто угодно Их Ну вот Они Убили Семью И в Европе И в Америке И в России Они Убили И продолжают Убивать Ну да Новыми формами Этими Сексуальными Разрешениями Суррогатное Материнство Что рожать Можно Вообще Рожать Не рожая То есть Ты просто Ребенка Салфан Получаешь И все А кто К платит Это бизнес Все Все Для богатеньких Которые Организовали Себе Такую Жизнь И это Вот Продукт Капитализма Поэтому И Карл Маркс И его Предшественники И Энгельс Это Крокодил Вот Все Против Семьи Государство Должно Отобрать Детей И воспитать Так Как ему Государство Нужно А во главе Государства Они Эти самые Набитые Деньгами Мешки И они Заказывают Нам Специальную Эстраду Специальное Кино Вот сейчас Заказывают Ген Про Педерастов Кино И они Получают Первые Премии Там Везде Всем Внушаются Вот оно Вот Так что Вот это И модно И престижно И все Все же В нашей Стране Что-то Делается Чтобы Изменилась Ситуация Вот Вы Возглавляете Отдел Который Связан Как раз С материнством И Сейчас Вот Сегодняшний Ваш форум Будет Посвящен Как раз Обсуждению Каких-то Позитивных Моментов Нет Можно Сесть И обсуждать Этому Есть Старинное Название Называется Разговоры В пользу Бедных Пока Не изменится В целом Ситуация Ну Пока Люди Как-то Вот Не придут Ну Нужна Просто Как-то Логика У нас Есть Допустим Абудсмен По правам Детей Взяли Такую же Дозу Как существует Везде В европейских Странах Отлично Простой Вопрос У ребенка Есть Право На жизнь Безусы А что Тогда Их убивают И не спрашивают Значит Все Разговоры О правах Детей Они Этим Фактом Общеевропейским И американским И российским Он Перечеркивает Если Нет права На жизнь Тогда Каких Вообще Еще Права То есть Быть Убитым С помощью Вакуума Или Мефепрестона Мефепрестон Счастья Зажили Потенциального Не понимал Мефепрестон 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 Это очень Сознательно У нас По статистике Жена Так Гораздо Меньше Чем Замужних Это Потому Что Мужчина Возпринимает Ну Так Сказать Гражданскую Жену Это Как Она Называет Ну Просто Как Вот Ну Можно Сказать Бесплатную Любовницу Та Которая Не любит Бриллианты Все остальные Девушки Они любят Бриллианты И тогда Нестогласны Ты мне Егорчик Бриллиантик И там Что-нибудь Такое Вот А еще И ребеночка То тогда Обеспечь Как-то Хоть так Ну Это Случай С женатыми А так Обычный Проект Максимум На 5 лет Мужчина Все Выпивает Все Самое Сладкое Молодое Потом Переходит К следующей Потому что Она Все-таки Нервничает А когда же Замуж И Если Она Начинает Как-то Выходить За рамки Он Меняет А отношения К детям В браке И Отношения К детям У нас Самое Великолепное 90% Мужчин Не платят Алименты Им Нужно Лишать Их Поездки За границу Покупать Автомобиль Ну и там Всякие Чтобы только Он заплатил Своим детям Ну какую-то Сумму Микроскопическую Они так устраиваются Что те деньги Которые он ворочает Не могут даже Получить Если на западе Если на западе Ты Если имеешь Детей У тебя Развод Там В результате Развода Женщина Получает Достаточно Много Вот И на жизнь И на все И на правнуков Вот То у нас Он очень Годами Может скрываться И никаких Вообще К нему Рычагов Нету Все это Довольно вяло Ну и сами Приставы У нас Очень Немного Получают Из всего силового аппарата Судебные приставы Самая маленькая Зарплата Вот Поэтому Ситуация Она тоже Ну Абсолютно Бестыжая Отлично Сказываешь Лучше Не скажешь Да Просто Бестыжие Отначение Мужчин К нашим Женщинам Оно Соответствует Вот Такому Коммунистическому Воспитанию Равенство Все равенство Все в одинаковых Синих штанах На одном и том же Заводе И так сказать Бывает женщина Даже в карьере Опережает мужчину Она Зовет себя цехом А это ее зам Ну так сказать Как бы Это все Поэтому Как Рыцарство Вообще Никто не знает Недавно Один Мой друг Священник В одном Классе Спросил Поднимите руки Что такое Целомудрие Ни один ребенок Не мог Это сказать Не модно Быть целомудренным То что Значит модно Если понятия Нет в языке Оно исчезло Растворилось Как исчезло Тоже давно Благородство Рыцарство Сейчас благородным Плохо быть Нужно быть Хитром Духей К сожалению К чему нужно Совсем не нужно Все женщины Нуждаются В благородных Мужчинах Все Понимаете То есть Половине человечества Это нужно А то сейчас Не нужно Нужно Всегда Многие женщины Говорят Что они Им нравится Быть Ну как бы За себя отвечать И не нравится Ну потому что Они уже Сталкивались С мужчинами Которые Ни на что Не способны Они только Способны Тратить Ее деньги Вот Поэтому Говорят Ну а зачем Как ни одна Женщина В деревне Скала А мужа Держать Сейчас Невыгодно Лучше Поросенка Потому что Он больше съест Чем то Что я На него Затрачу А он Еще там Мне Начинает Всякие Претензии Придеть Потому что Он-то еще И пьет То есть Это Входит В те удовольствия Которые он Может себе Доставить В деревню А она Нет И все Как бы На ней И забота Потому что Его как бы Не волнует А пьянство Тоже Именно От этого От неспособности Мужчин Ну как бы Ответить За других И за себя Это связано Вот Но Пьянство Еще очень много Зависит От наследственного Пьянства Потому что Очень многие Пьяницы Просто Псидически Больные люди Ну и потом Сама атмосфера В обществе В искусстве Вот все Советские Фильмы Которые Так хвалят Там все время Пьют И курят Самые Да Интересные Пиши Да Пьют И курят Почему Бездарные Режиссеры Они Ну Сейчас На эстраде Дым Так что Был Салют Это вот Без этого Они никак Не могут Создать Фильм Надо Вот Чтобы Курил Вот Вот Это вот Мужественно Сильно За счет Дыма Дым Пускают В глаза Поэтому Вот Так Создается Образ Ну Конечно Дурачки Наши Ушастые Они Начинают Это все Транслировать Уже Через Свои Попытки Чем-то Таким Отравиться И Я просто знаю Вы всегда ярко Про это говорите Поэтому Все время На это ухожу Про Гомосексуализм Вот Вы мне Говорили о том Что это смертный грех А все-таки Нет Виноват Не так Это грех Хуже смертного Хуже смертного Да Есть четыре вида греха Которые По классификации Димитра Ростовского Хуже смертного Ах Так даже их четыре Еще что-то есть Я бы как-то воспринимала Всегда Так вот Может ли Можно ли вернуть Обратное Человека Или это уже Отрезанное Ломоть Если вот он Вступил на эту Породку Можно Конечно У меня есть Такой опыт Приходили люди Сказали Не могли бы мне Помочь От этого Освободиться И все Получалось Довольно быстро Надо сказать То есть Это все-таки Наносное Многие врачи Говорят Это там Вот такой Ребенок Родился Нельзя Из-за этого Им за это Платят Ну как То это считалось Заболеванием А то вдруг Все хором Да То есть Слишком Что эпидемия Да Ну да Да конечно Нет Это Просто Обучают На это Подсаживают Как на Наркотик И что Помогает Выйти Все Это последний Вопрос Ну это вопрос Пастерский Придет Человек Ну без Молитвы Вообще До двери Не дойдешь Все Спасибо Большое